Эта картина недавно появилась на аукционе Кристис. Этот аукционный дом является лидером мирового рынка искусств. При не совсем детальном рассмотрении этой картины эксперты затруднялись сказать, что это за художник или даже хотя бы к какому течению и направлению эта картина принадлежит. Лот оценивался в 10 тысяч долларов. И это, конечно, если найдется щедрый покупатель, который будет готов платить за вот это. Но так получилось, что ушла она за 432 с половиной тысячи долларов. Чтобы было понятней, это немногим дешевле некоторых работ Ван Гога. Не самых топовых, но все-таки Ван Гога. Даже если вы не эксперт, при достаточно долгом рассмотрении этой картины вы заметите намеки на ее авторство. Вот он автор. Точнее, это его подпись. Портрет нарисовала нейронная сеть. У нее их таких 10. Целая серия под названием «Семья де Беллами». Я, как человек далекий от изобразительного искусства, не могу сказать, что в этом прям такого. Но, насколько я понимаю, в произведениях искусства очень важен контекст. Та история, которая стоит за процессом его создания. Ну и что же мы имеем здесь? Картину нарисовала машина. Единственная функция которой – это переплавить уже существующее изображение в нечто как бы новое. Ей скормили набор из 15 тысяч портретов, нарисованных художниками с 14 по 20 век. Тот, кто проектировал эту нейросеть, возможно, как и я, даже солнышко нормально нарисовать не может. И вот, эта нейросеть перемолола датасет с картинками и выдала то, что и должна была – некую смесь и обобщение опыта. То, что похоже сразу на все, что она видела. И если вы досмотрели до этого момента и не выключили видео, значит, даже вас заинтересовала такая предыстория. Но если подумать, чем такая нейросеть отличается от живого художника? Художник смотрит работы мастеров, изучает предшественников, повторяет, подражает, а потом создает что-то свое, но на основе всего накопленного опыта – опыта профессионального и жизненного. Те же машины по производству картин накапливают информацию, слушают, видят, ощущают, перерабатывают в данные, опыт, знания и конвертируют в результат произведения искусства. В итоге справедливо будет задать вопрос, чем художники принципиально отличаются от машин? Можем ли мы, обыватели, понимать разницу между машинным и человеческим искусством? Или же мы незаметно идем к тому, что люди и в творчестве потеряют хоть какое-то преимущество перед роботами? И мы уже спокойно можем начинать заказывать любые произведения искусств у нейросетей. Итак, вопрос был в следующем. Чем художники принципиально отличаются от нейросетей? Пока мы готовили предыдущий ролик, произошло самое страшное, что может случиться во время самоизоляции. Видите эти лампочки? Выглядит круто, да. Но вы бы знали, на каких костылях они там висят? В общем, тут не нужно много рассказывать, нужно один раз показать. Произошло замыкание, свет отключился по всей квартире, и что самое страшное, отключился интернет. А пересылать надо огромные файлы. Видео только одной съемки может весить больше 100 гигабайт. Как вы можете заметить, уже все нормально. Но тогда я понял, как же сильно я жду, когда везде запустятся сети 5G. А пока спасает LTE и использование смартфона в качестве модема. Для этого, конечно, лучше всего подойдет безлимитный тариф. А если выбирать оператора, то это, конечно же, мегафон. Ребят в зеленом уже три года подряд награждают международной премией Уклоспидтест за самые высокие показатели скорости. Скорость зависит от покрытия, то есть есть ли рядом вышки. А у мегафона самое большое покрытие сети. Они лидеры по количеству базовых станций в России. Значит, если вам, как и мне, с командой нужен самый быстрый мобильный интернет, мегафон его точно обеспечит. Оставайтесь дома на самом быстром. Вся подробная информация по ссылке в описании. Ответить на этот вопрос нам мог бы помочь знаменитый тест Тьюринга, или какая-то его вариация. Если вы забыли, тест устроен следующим образом. Ты переписываешься с человеком и с компьютером, но заранее не знаешь, кто из них есть кто. И если после общения ты так и не можешь уверенно сказать, где тебе отвечал компьютер, а где человек, значит, компьютер прошел тест Тьюринга, то есть доказал, что он способен мыслить подобно человеку. То есть мы могли бы показывать картины, которые написала нейросеть, и которые написал человек, и спрашивать, кто какую нарисовал. Например, вот вам две картины. Кто нарисовал одну, а кто нарисовал вторую. Это Кандинский. А это, назовем его, Гешко Нейрокандинский. Такой вариант теста Тьюринга провела группа исследователей в Ракторском университете в коллаборации с лабораторией искусственного интеллекта Фейсбука. И результаты их удивили. Они взяли базу данных ВикиАрт, где больше 80 тысяч картин с 15 по 20 век, и более тысячи художников. От классики Возрождения до Ван Гога, Малевича, Ворхола и Ротко. Каждую картину пометили тегом, в зависимости от того, к какому стилю живописи она относится. Получился эдакий нейрознаток искусства. Вторая нейросеть — это художник. Она генерировала абсолютно любые рандомные картинки. А первая говорила, похоже ли это на реализм, модернизм, импрессионизм, кубизм, или это просто что-то невнятное. Это принцип работы любой генеративно-состязательной нейросети. Я уже рассказывал об этом принципе вот в этом видео по подсказке. Таким образом, через миллионы проб и ошибок нейрооценщик обучает нейрохудожника рисовать уже новые картины. Но в существующих стилях. И исследователей это не совсем устроило. Они не считали получившиеся картины креативными, потому что в них машина вслепую копировала стили, но она не создавала никаких новых способов рисовать. И тогда они столкнулись с философской проблемой. Что вообще считать новым и оригинальным? Они решили опереться на одну из идей теории искусства. Новое произведение должно следовать некой традиции, при этом отличаться, но не слишком. Я понимаю, что для большинства зрителей эти названия не рождают в голове большого количества ассоциаций, но это важно для понимания. На самом деле, я сам узнал о многом из этого в момент работы над материалами для этого видео. Например, даже модернизм возник не с нуля. Вот мы смотрим на кубизм, модернистское направление, запущенное Пикассо. И вроде бы ничего такого до него не было. Однако, историки искусства показывают, что даже он вдохновлялся африканской культурой и работами Поля Сезана. В итоге исследователи остановились на нехитрой формуле нового в искусстве. Произведение должно быть основано на традициях, при этом быть новым, но не слишком новым. Если серьезно, формула была следующая. Новизна — это степень интенсивности стимула, который испытывает наблюдатель, сопоставляя увиденное со всем своим прежним опытом. То есть, для того, чтобы определить природу креативности, необходимо ввести переменную в виде зрителя. Поэтому нейросеть должна была не просто генерировать рандомные картинки в уже узнаваемых стилях, она должна вносить в них что-то новое, чтобы зритель на основе своего опыта и всего, что он видел до этого, испытал некий стимул. Но не слишком новое. Исследователи решили сделать так. Они подкрутили нейросеть, чтобы она минимально соблюдала критерии существующих стилей. Например, импрессионизм, нужны пятна красок, никаких четких линий и все. Дальше следующий. И так далее. И в то же время она должна максимально выдавать то, что норме того или иного стиля не соответствует. То есть, вот специально, намеренно делать не так, как принято. Таким образом, обычная и заурядная генеративно-состязательная нейросеть стала креативно-состязательной, которая способна создавать в полном смысле этого слова новые произведения искусства. И вот теперь уже можно было провести полноценную версию теста Тьюринга. Показать добровольство творения живых художников и картины, которые были сгенерированы нейросетью. А потом сравнить их реакцию. Они взяли произведения абстрактных экспрессионистов, а также некоторых современных художников из модной галереи в швейцарском Базиле. Это важно. И брали только те картины, на которых не было людей или вообще каких-то конкретных объектов, чтобы артефакты не выдавали компьютер. И вот что вышло. В случае с абстрактным экспрессионизмом люди легко отличали человека от машины. А вот в случае с современными художниками что-то пошло не так. Результат был таким, как если бы добровольцы просто подбрасывали монетку, но не пытались изучить картину внимательно. Но что удивило всех еще больше, люди, не зная автора картин, давали более высокую оценку картинам компьютера, чем современных художников. Исследователи не стали браться за объяснение этого феномена. И я тоже не берусь. Это вопрос к специалистам из когнитивистики, нейрофизиологии и социологии. Вопрос в другом. Если система успешно проходит арт-версию теста Тьюринга, нужно ли признать, что машина может творить, как разумный человек-художник. Не подражать, не имитировать, а по-настоящему создавать. А значит, если мы не можем отличить ее от разумного человека, можно исходить из того, что она разумна. Возможно, вы уже слышали, что тест Тьюринга, а значит и идея о том, что если мы путаем машину с человеком, значит она разумна, уже почти полвека под большущим вопросом. Весь кайф испортил философ Джон Сёрн. Он сказал, машина делает, и она может многое делать, но она не понимает, что делает. А пока она не понимает, ни о каком разуме не может идти и речи. Он объяснил, что имеет в виду с помощью мысленного эксперимента, который называется «Китайская комната». Это, наверное, самый известный до сих пор обсуждаемый мысленный эксперимент в философии сознания и когнитивистики. Представьте, вы в изолированной комнате. Вам через щель под дверью передают листы с китайскими иероглифами. И так уж получилось, вы ничего не понимаете по-китайски и не способны понять содержание этого письма. Но у вас есть инструкция, что надо с ним делать. И вы следуете ей в обратном письме. Такие символы сюда, эти сюда, а вот это к этому. И получившееся письмо, которое для вас не имеет никакого смысла, вы отправляете. Это письмо вы составили строго по инструкции. В другой комнате человек, который говорит по-китайски и понимает эти красивые иероглифы. Он пишет вам осмысленные вещи. А ваша инструкция построена таким образом, чтобы ваши ответы казались осмысленными ему. Он пишет, где вкуснее всего готовит утку по-пекински. И получает от вас ответ. Ну, конечно, у нас в Китае, бро. Хотя вы никогда даже не были в Китае. Вы ответили, не понимая ни одного символа, ни одного слова в письме. Но вы ответили осмысленно. Таким образом, Серль говорит, что тест Тьюринга ничего не доказывает о способности машины мыслить. Так и в случае с искусством, которое создают машины. Это очень крутая имитация искусства, которая действительно вводит нас в заблуждение. Или же это и правда осмысленное творчество. Группа голландских разработчиков создала цифрового Рембрандта. Неросеть, которая владеет техникой великого художника. Как идея, это интересно. Вот это новый портрет, который мог бы сделать сам Рембрандт спустя почти 350 лет. Это имитация? Или это настоящее произведение искусства? Ведь по сути, нейросеть не залезала в голову художника. Она прошлась по верхам. Только по итоговым результатам. Она не принимала во внимание те эмоции, которые переживал автор в процессе написания своих картин. Может ли она в таком случае сделать нечто, что мог бы создать Рембрандт, основываясь только на итогах его труда? Есть множество вопросов к тесту Тьюринга. И не меньше вопросов к аргументу против него в китайской комнате. Но еще больше вопросов к идее подлинного искусства. Но пока внятных и однозначных способов ответить на такой вопрос у человечества нет. Зато у человечества остаемся мы. Важнейшие перемены в той формуле креативности. Зрители, читатели, слушатели. И у каждого из нас наш уровень знаний и способности видеть и воспринимать все новое определяет, что такое на самом деле творчество. Если вам понравилось это видео, обязательно отметьте это большим пальцем вверх. И не забудьте подписаться на мой инстаграм. Кардинал Артур. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok